Вопросы мэру Нижневновгорода Владимиру Панову сотрудники Нижегород пассажиры автотранса задают на перебой. Спектр вопросов широкий от размещения рекламы на автобусах до обновления техники для стажировки новых водителей. Так как приобретается новый подвижной состав, мы знаем, что вы поддерживаете и запрещаете нанесение нарубной рекламы. Мы хотим, чтобы это действительно устаканилось и удержалось, чтобы мы не портили борта наших новых транспортных средств и оставили их чистыми. Вы все поддерживаете эту проблему с нагреванием, что это порта окраска. Вчера на совещании были даны, чтобы нормативные документы, мы сейчас внесли изменения, чтобы запретить любую наружную рекламу, чтобы внешний вид всего городского общественного транспорта, он был един. С 2018 года объем работы огромный проведет, поэтому вопросов гораздо меньше стал. Да ничего не говорите, у меня, к качеству, запала часть них относится к росту. Традиционные встречи с работниками предприятия проходят раз в год, по словам самих сотрудников Нижегород-пассажира автотранса. Проблем после таких бесед стало меньше. Запчасти ввозят вовремя, зарплату выплачивают вовремя. По количеству нового подвижного состава изменений, я думаю, все видят. То есть они налицо, с учетом того, что на сегодняшний день во все парки поступает новая техника, которая пришла до Нового года. Выпускается она максимально быстро. Я учащийся в техникуме, проходил практику в филиале Нижегород-пассажира автотранс, собственно говоря, в третьем. И мне это нравится, то я вполне доволен своей работой на данный момент времени. Так как мэр тоже вкладывает огромную работу в процветание предприятия, то я думаю, что мы придем к успеху. Сразу после общения со специалистами предприятие глава города провел встречу с правлением ПАТа. Участники обсудили все вопросы, которые озвучили сотрудники и даже поставили задачи на будущее. Сейчас есть разные внутренние рабочие вопросы, которые этому мешают. Это и длинные очереди на газовых заправках, потому что сейчас в работе у нас закупка двух заправочных комплексов именно на самих парках. Открытие также новых заправок уже в самом городе должно снять этот временный интервал. Есть проблемы с GPS-оборудованием, когда не проходит сигналы от наших автобусов, например, в Яндекс.Карт. То есть много разных вопросов, которые нужно решать, но уже сейчас идет нормальная рабочая ситуация. То есть не кризисная, которую мы начинали в 2018 году, а уже идет хороший рабочий разговор. Нижегород-пассажир «Автотранс» – крупнейший в городе перевозчик. Сейчас на дороге Нижнего Новгорода ежедневно выходят автобусы, которые перевозят около 300 тысяч пассажиров. Екатерина Васильева, Накалпаева. Время новостей.